Добровольство Добрый вечер Добрый день И Евгений Сердечкин, волонтер больничной клоунады Здравствуйте Вот так весело звучит Скажите, пожалуйста, Евгений, давайте с вас начнем Потому что, мне кажется, история интересна Как вы стали вообще волонтером? И волонтером такого направления в частности? Все началось... Мне когда спрашивают, как вы стали клоуном? Чаще, да, чем волонтером Да, да Потому что с этого все началось Я всегда говорил, что клоун это не... В общем, клоун это диагноз Это не звание Да, не профессия даже Ну, отчасти это профессия Но я уже сделал профессии Сначала я стал клоуном А волонтером, именно больничной клоунады Я стал, ну, можно сказать, официально где-то 3 года назад С тех пор это делаю регулярно Я просто понял, что Почему я в свободное время Я ничего не делаю Я же могу радовать детей Не в рабочее время Вот, ну, а имея Медицинское образование Я знал, как функционируют Медицинские учреждения И многие врачи Во многих же больницах Мои знакомые И я, позвонив одному из них Он сказал Да, приходи Почему бы и нет Приходи вот в такое-то время Ты приходи туда-то Я пришел Один-два раза я появился Все это было Я понял разницу между праздниками И больничной палатой Это разные вещи Стал изучать эту тему Оказывается, есть коллеги в Москве Которые этим занимаются Ну, можно сказать, профессионально Серьезно Стал изучать эту тему И посмотрел фильм Целитель Адамс Его все знают Вот Немножко такой, конечно, мрачноватый Но на тему натолкнул меня И с тех пор развитие Пошло-поехало Движение Такое началось Появились коллеги Друзья Которые со мной Стали контактировать Стали спрашивать А научи А чему я могу их научить Я сам всего два раза был в больнице То есть, ну, вот так вот Да Контакт, общение Но самое главное, конечно, в палате Это когда ты входишь И ты как бы подключаешься к ребенку То есть, вот их может быть много Разных палат Там массовые Там восемь детей лежат С родителем, без родителей Но главное подключиться к детям Да Ты подходишь и подключаешься Находишь эту точку контакта Понятно Анна, если взглянуть на волонтерство в целом Расскажите, пожалуйста Какие направления Наиболее сегодня востребованные Массовые И вот такое, если можно сказать Медицинское Развлекательное Оно вот Как представлено Давайте начнем сначала с направлений Наверное Имеет смысл сказать, что Это как бы сложившаяся тенденция И чаще всего видим Там в интернете С экранов телевизоров На городских праздниках Мы волонтеров событийных В первую очередь Да И обычно это массовые корпуса Большие события Городские Международные Но на самом деле Само волонтерское движение Оно гораздо шире Направлений можно перечислять Множество Да, там Волонтеры культуры Это вот сейчас новое направление Да, по сути Это тоже событийка Волонтеры, которые помогают Бабушкам и дедушкам Как дома Так и в специализированных Учреждениях социальных Потому что чаще всего Вот как и в больницах У деток Так и у этих людей Особенно в социальных Учреждениях Им самое главное Не хватает общения И внимания Персонал как может старается Но все равно Это не семья Да, это их работа Конечно К этой истории Подключаются в этом случае Волонтеры Главная задача которых Например Больше общаться Тоже находить личный контакт Лично взаимодействовать С этими людьми Есть люди, которые помогают В детских домах Вообще о социальном волонтерстве Вот то, о чем я сейчас говорю Можно бесконечно тоже говорить В каких историях Помогают люди Есть, естественно Волонтеры экологические Есть те, кто помогает Животным По сути Так как движение Такое добровольное На самом деле Оно достаточно Сложно описуемо В том смысле Вот если перечислять Да, потому что Чаще всего У людей Это какой-то Либо личный опыт Либо порыв Благодаря которому Они приходят И знакомятся С какой-то ситуацией Или там проблемы Которые они везут в жизни И тогда Человек пытается Ее Условно Не несет ее кому-то Чтобы ее решали А пытается помочь Или решить самостоятельно Привлекая при этом Друзей Знакомых В любом случае Это живая система Потому что Даже новые направления Появляются А если говорить О численности Интересно Сколько у нас добровольцев В области Или в городе Какие у вас есть данные На сегодняшний день Мы говорим О примерно 130 тысячах Человек Самарской области Которые Регулярно Или эпизодически Участвуют в волонтерской Деятельности Соответственно Нужно понимать Что история С эпизодически Это Наверное Больше Событийное волонтерство И тогда Диапазон Один день в неделю Два часа Или месяц Например Как во время чемпионата Плюс подготовка А систематическая Это тоже Такой Безразмерная история Потому что Есть люди Которые тратят На это годы Вот И которые Постоянно ездят И там Кому-то Помогают Участвуют Уже становится Образом жизни Наверное Это образ жизни Да Ну конечно Очень Интересно И всегда Интересует вопрос Почему такой всплеск И такой масштаб Это движение Получило в последние годы Вот что толчком Вот если изучать Анализировать Что послужило На самом деле Вот Всплеск нам кажется Опять же Благодаря большим Спортивным событиям Которые прошли в стране Волонтерство Начало приобретать Такой Вид Социального института И о нем Начали говорить Начали появляться Организации Которые Целенаправленно Соответственно Работают с этим Движением Поддерживая его Привлекая ресурсы Организуя людей Обучение И так далее Вот Но на самом деле Оно существовало Всегда То есть я вот Например Как специалист Не могу сказать Что это только Последние годы Я 20 лет Сотрудник Специалист Некоммерческой Организации И соответственно Все эти 20 лет Мы работаем С волонтерами И они у нас Всегда были Понятно Ну создается По крайней мере Такое ощущение Что именно в последние годы В информационном поле Да Создается такое ощущение Сейчас это поддерживается На государственном уровне И ресурсный центр Наш это Тому подтверждение Потому что По всей стране Эта программа действует И сегодня Мы уже существуем В 71 субъекте Российской Федерации Ну в любом случае Это действительно Позитивное явление Где и люди Сами себя проявлять могут И при этом Уже помогать другим Евгений Вы сказали Что существует разница Между праздником И больничной палатой А как вы ее чувствуете Улавливаете Праздник Это сценарий Праздник Это определенная линия Прописанная Продуманная И в этом Продуманном стиле Есть еще какие-то моменты Которые я продумываю А вдруг если будет Вот так Вот так Вот так Вот больничный клоун Это как раз Вот это все А вдруг Если будет вот так Вот так И вот так Там нет сценария Больничный клоун Приходит Как правило Без реквизита Я не могу подготовиться Я не могу подготовиться К тем 150 детишкам Которые в двух отделениях Которые обычно За один выход Где-то два отделения Получается полтора-два часа Я Они все разные Возрасты разные Диагнозы разные Мне мое медицинское образование Помогает Помогает понять Есть фокусы Есть фокусы Все происходит Потому что Избавиться от личных эмоций От ощущений Вот где ты сейчас Очень интересный вопрос Потому что Я на него всегда отвечаю так Если мы избавимся От сочувствия И желания Так сказать Как-то посочувствовать То мы перестаем быть Ну, наверное, людьми А вот туда Я всегда своим коллегам говорю Но чтобы миновать Вот сложных терминов Все очень просто Я объясняю Туда мы должны В палату К детям Мы должны принести свет Добро Веселье и радость А то, что ты принесешь ему жалость Там и без тебя Этого уже Ему даже легче не станет Предостаточно Поэтому лучше этого не нести Но скажу Вот за себя Первые мои выходы И один даже из выходов Когда фоторепортаж Мы делали В моем образе Есть очки Клоунские С толстым стеклом Так вот Я до сих пор Их не вытаскиваю Оттуда Ну, потому что Они немножечко искажают То есть Ребенок не четко видит Мой глаз Но там есть Фактор комичности Когда я начинаю кривляться И глазами Они увеличивают Мои глаза И это очень Но не убираю еще По одной причине Потому что однажды Когда я выходил в палату Я увидел девочку И она на фоторепортаже Есть в одном из интервью Она сидит спиной К фоторепортеру И я рядом Как раз в тот момент Когда я не смог сдержаться Потому что она мне Рассказывала таким Голосом Рассказывала Что она делает Она рисовала И она историю своей жизни В общем я не буду рассказывать Она такая слезливая Но в этот момент Я просто не смог сдержаться Это вот прям Моя слабость Вот такой вот момент был Но больничный клоун Он должен принести В палату свет Понятно Проходит много Проектов и акций Последние Самые наверное Может быть громкие Или чего ждать нам От этих акций Форумов Но мы сегодня Сюда тоже пришли Как раз с историей Про волонтеров С историей Про не случайные истории Назвали мы ее Не случайные истории Это акция Которую мы хотим Чтобы она не была Только сегодняшней Только к концу этого года А продолжалась Как бы во времени И просим своих коллег Своих волонтеров Соответственно Рассказывать Личные истории Свои В волонтерском движении Вот Может быть Наши земляки Жители города Знают Кого-то из своих друзей Знакомых Соседей В конце концов Кто тоже Занимается Помощью кому-либо Вот Соответственно Он В рамках Этого проекта Можно тоже Рассказать Это можно сделать В соцсетях На своих личных Страницах Или можно Отправить информацию Нам Это можно сделать В группе Вконтакте Ресурсного центра Добровольчества Самарской области Там есть Специальный закрепленный Пост И ссылка На гугл форму Мы соответственно Эти истории Собираем Хочу сразу сказать Что это не конкурс Мы ничего не оцениваем Мы Собираем И рассказываем Нашим землякам Самарцам Жительством Самарской области О том Кто такие волонтеры И что они делают Как они это делают Может быть Почему они это делают Соответственно Таким образом Мы пытаемся Рассказать о том Что Вот Волонтерская деятельность Добровольческая Это наверное Важная часть жизни И реально Люди Которые этим занимаются Решают Очень большое Число проблем И помогают Большому количеству На вашей памяти Есть какая-то История С которой вы Ознакомились И хотели бы Поделиться Ну Может быть Не называя имен А как факт Что такое существует Я на самом деле Опять же Как человек Который работает С этим И с волонтерами И с организациями Самыми разными У меня наверное Много этих историй Я могу сказать Только одно Что на самом деле То что делают Волонтеры Меня не перестает Удивлять До сих пор Вот И причем Неважно Вот я допустим Была руководителем Волонтерской программы Чемпионата городской Да И меня удивляли Эти 1300 человек Которые месяц С нами работали Практически На всех объектах Да И тем более Сейчас Когда Вот вчера Мы общались Там с фондом С волонтером Фонда старости В радость Да Который как раз Бабушкам помогает У меня есть коллеги Которые работают С бывшими узниками Концлагерей Или блокадного Ленинграда Тоже Это уже пожилые люди Которые чаще всего Не выходят из дома Это тоже живое общение Это помощь по дому Там и так далее Самое наверное Вот Интересное Что меня привлекает И важное для меня Что Волонтеры Очень включены Во все эти истории В истории своих подопечных Это наверное Самое ценное Потому что таким образом Мы живем Очень много Мы учимся И в эмоциональном плане Да То есть мы понимаем Когда и что мы несем И куда и кому Да Я имею ввиду сейчас Не вещи даже А эмоции Да Да Евгений Вы сказали Что у вас уже есть Последователи И как вы все это организуете Сколько их Нужно ли с ними работать Или вот так же интуитивно Вот включаться Приходить просто в команде Я анализировал И думал И на собственном опыте И опыт коллег Тоже Использовал И я понял Что важная вещь Это практика Чтобы понять Как Взаимодействовать Как подключаться К детям Как находить Эти точки соприкосновения Важна практика Но Теория без практики И практики без теории Невозможно Поэтому мы В процентном соотношении Ну наверное 60 на 40 60 это практика 40 теорий Которые мы проходим И самое Я так построил сейчас И для себя И потом на своем опыте А потом уже с коллегами Сначала теория Одна тема Короткая теория Буквально в гримерке Быстро-быстро Вот Ну или с ними Имеем общение То мы общаемся И каждый выход Наш посвящен Но дети этого не знают Посвящен Одной теме Умение Контактировать Игровая какая-то практика То есть какие-то моменты Какие-то игры Ведь играть с ребенком Который Лежит на вытяжке Играть с 10 детьми Которые прыгают И веселятся И кричат Это разные вещи Вот Потом я стал обучать Ребят Инструментом Который можно использовать Воздушные шарики Кстати В некоторых отделях Они запрещены Это надо тоже знать Воздушные шарики Фокусы Музыкальные инструменты Они тоже запрещены В некоторых отделениях Вот эти тонкости Мы должны понимать И владеть Этими инструментами То есть Ты берешь фокус Они тебе нравятся Мы помогаем Подобрать инструменты Фокусы Реквизит Отработать их Так чтобы это было Действительно смешно А клоуну Можно ошибаться Кстати Клоун Это же клоун Но это красиво выглядит А вы сталкивались С тем что Ну вы как бы Нежеланный Там совсем Вот И вы И команда ваша Ну Очень И очень И очень редко За все три года Наверное я вспомню Только один или два раза Когда нас не хотели видеть Вот Но Мы всегда появляемся В нужное время В нужном месте Потому что я знаю Где когда Можно Где когда нельзя Но Даже Вот в прошлом году В больнице Где мы были Там был карантин Ну это уже обосновано Это было обосновано Это было правильно Но я не знал Что там карантин Мы уже вышли И уже при входе В отделение Мы видим Что у нас карантин И так далее На 10 дней Но врач Увидев нас сквозь дверь Стеклянная Говорила Пойдемте Вам можно Вот так И мы С тех пор Мы так сказать Вхожи Вот в отделение Больницы Вот Но мы стараемся Соблюдать все правила Единственная педа На клоунские ботинки Бахилы не налазит Вот поэтому Разрешают без бахил На самом деле Следует наверное Отметить Что Очень часто Вот то с чем Сталкиваются волонтеры Казалось бы Да мы все время говорим Да наверное Это не очень профессиональная Деятельность Нет Они очень многому учатся Они взаимодействуют С самыми разными Организациями Потому что В больницу нельзя Просто так прийти Сказать я клоун И так далее Да То есть это всегда Деятельность организованная Нужно получить Разрешение Нужно договориться С администрацией И так далее И так практически В каждом направлении Да То есть волонтеры Участвуют в очень Сложных процессах С одной стороны Да Но берут на себя Те функции Которые по какой-то причине Не могут взять Там персонал Например Там Не могут взять Какие-то государственные Учреждения Или органы Ну Про эмоции Мы уже сказали Да Что они несут радость Помогают там Воздоровлению В данном случае Да Помогают сделать жизнь Приятнее и счастливее Людей Да И мне кажется Вот я смотрю Просто очень часто Общаясь Что они от этого Счастливы сами Да Ну здесь вот есть Еще вторая сторона Как могут быть Сами волонтеры И чем защищены Потому что Это такая деятельность Где можно Найти какие-то Вот Ну какой-то Может быть даже Негатив И даже если человек Не хочет волонтера Этого сделать Может даже Жалобы Какая-то поступить Вот с этим В любом случае Если большая практика Один или два Или сколько-то раз Можно столкнуться Я поняла вопрос Смотрите На самом деле Это очень интересно Во-первых Наверное Когда ты принимаешь решение Делать что-то Да В любом случае Надо знакомиться с ситуацией И понимать Как действовать В той или иной ситуации Потому что есть правила Вот о которых Иногда мы не подозреваем Да И так далее Вот Важно знать Важно изучать Если есть организатор Какой-то Которому вы можете Примкнуть Соответственно Его нужно найти Он вам чаще всего поможет Потому что любая организация Которая организует Вот эти вот все процессы Да Они чаще всего Люди профессиональные И умеют это делать Соответственно Надо учиться Простой Да Такая история Второе Если говорить О каких-то событиях Мероприятиях Да То организаторы Чаще всего Соблюдают целый ряд правил Да То есть С одной стороны Мы там Неважно массовые события Или еще что-то Мы стараемся Обеспечить безопасность Волонтеров Обеспечивать Какие-то сервисы Если это допустим Долговременная занятость Да Там питание Режим Водный Как мы говорим Да То есть питьевой Вот И так далее Есть Сейчас Эта сфера Очень хорошо Регламентируется Да То есть У нас появляется Какая-то нормативно-правовая база Которая нам еще и позволяет Это все делать Да Если есть какая-то угроза Мы стараемся страховать Волонтеров Да От каких-то Потому что Массовые события Например Это обычная история Травм Да Каких-то Вот И так далее Это тоже такое поле Профессиональное В котором мы работаем Сейчас эти системы Очень хорошо развиваются И все государственные органы На это настроены Да Обеспечивайте эти истории Потому что всегда есть Во всякой истории Две стороны Да На массовых событиях Мы очень хорошо взаимодействуем Всегда с МВД Да Которые тоже нам помогают И мы как организаторы И правоохранительные органы Понимают Что мы обеспечиваем безопасность Не только участников Но и еще Волонтеров И организаторов Да Вот как Евгений С такой прекрасной фамилией Сердечкин Который вот как раз К такой деятельности Наверное располагает Так скажем Подстраховался И опирается На свое образование Медицинское Вы несколько раз сказали Скажите Какое у вас образование Лечебное дело Это имени Ляпина Училище имени Ляпина Да Есть Вот По окончании его Я пытался поступить в институт Но мой преподаватель Он сказал Тебе лучше заниматься Не теорией Да Наверное Вот этой вот Да Но я всю жизнь Занимался Был в праздниках Организовал праздники Мероприятия Он сказал Что у тебя это будет лучше получаться Вот видите Как важно встретить Такого человека Преподаватель Который направлен На самом деле Еще и совпало Вроде и праздники И в то же время Да Второе уже образование Было культурное Я уже его получил Для себя Вот Но самое интересное Для Вот В этом больничной клоунаде Дело в том Что у меня родился Там творческий проект Который мы назвали Воздоровляшки Ну Когда я входил в палату Я это на каждом выходе Обыгрываю с детьми Я их спрашиваю Вам доктор приходит Да Что он у вас спрашивает Я спрашиваю детей Это такой интерактив Который позволяет мне Вовлечь детей Это вот как раз Одна из таких точек Подключиться к детям Они всегда мне отвечают Дай пять и так далее Они спрашивают Ну как дела больной Или как процесс выздоровления Спрашивают Они говорят да Я начал задаваться вопросом Думаю Ведь если меня всегда будут Называть больным Да Это такое И я стал их называть Воздоровляшками Я стал их называть Воздоровляшками И на этом фоне У меня родились песни Я брал с собой Небольшой инструмент Укулеле Маленькая такая Четырехструнная Ну назовем ее гитара Укулеле И она удобная Ее можно практически В большой карман спрятать На них мы поем песни Воздоровляшки И сейчас Во всех социальных сетях Эти выздоровляшки Уже гуляют Поют песни И в палатах мы поем Вот значит Они действительно востребованы Да Вот когда выкладываешь что-то И никто не смотрит И не распространяет А это вот Получается что это нужно Потому что на самом деле Самое главное Это при выздоровлении что Вот этот вот Заряд и желание Выздороветь А когда действительно Говорят тебе что Больной Я им открываю тайну Они всегда смеются Я говорю в палате Знаете что Вы знаете страшную тайну Они говорят Нет А всегда же интересно Да Заинтриговать еще Как подход у вас Я говорю вам сейчас Открою страшную тайну Ее не знает никто Кроме вас Сейчас вы будете ее знать И всей больницы Но вы никому об этом не говорите И я говорю что Вы теперь не больные Потому что больные болеют Пациенты терпят А вы выздоровляшки Все Запомнили Да Теперь кто вы Выздоровляшки Вот теперь вы знаете об этом И так в каждую палату Это один из таких вот Моментов игровых Какой у вас прогноз Как будет развиваться В целом добровольчество Добровольчество Вы сказали Что оно поддерживается Сегодня государственными Органами Структурами Вот что будет дальше Как все это Ну в первую очередь Я думаю что оно будет развиваться Все больше людей Будет вовлекаться В эти процессы В проекты В помощь кому-то Мы очень на это надеемся И соответственно Задача Там государственных учреждений Государственных органов В том чтобы Составлять поле Как бы И Возможности для этой деятельности Чтобы это было Безопасно Организовано Чтобы это поддерживалось Если нужно Финансово Материально То есть у нас 1 декабря То есть мы как ресурсный центр Существуем с начала года Но у нас например Вот в начале декабря Открывается уже Наше собственное помещение Например Которое мы можем предоставить Любому волонтерскому объединению Там будет такая Воркинг офис С рабочими местами Конференц-зал И там многофункциональное пространство В котором можно разные И обучалки И истории устраивать Вот соответственно Это вот тоже форма Ресурсной поддержки Да Когда любая организация Может обратиться Или волонтерское объединение И соответственно Воспользоваться этими ресурсами Соответственно Проходит грант Грантовый конкурс Очень много грантовых конкурсов Сейчас на всероссийском уровне Начиная от грантов Для физических лиц И заканчивая грантами Для юридических лиц Которые поддерживают Вот эту вот деятельность Волонтерскую Некоммерческую Социально ориентированную Вот Есть у нас региональные конкурсы Вот сейчас завершился прием Заявок на конкурс Министерства экономического развития Для социально ориентированных НКО Департамент по делам молодежи В ближайшее время Объявит свой собственный конкурс Добровольческих инициатив Именно Вот Соответственно В декабре Нас вообще Как обычно К концу года Ждет очень много событий Вот С одной стороны Со 2 по 5 декабря Всероссийский форум В Москве Добровольцев Это традиционное мероприятие Он международный У нас традиционно В Самарской области Проходит форум добровольцев В середине декабря Мы ждем Мы с коллегами С его там Многолетними организаторами Будем его в очередной раз делать И соответственно В этом году Он как раз будет называться Неслучайной историей Мы очень хотим рассказать истории тех волонтеров Которые расскажут нам В преддверии форума Тоже пройдет очень много встреч Событий Волонтеров С представителями органов власти Круглых столов По этой теме На которых мы тоже ждем И наших коллег И некоммерческие организации И соответственно Жителей Самары Самарской области А в целом Самарская область Как выглядит Наряду с другими регионами По уровню волонтерства Или я не знаю По массовости Какие критерии Если формальными критериями говорить То есть существует такой документ У нас Агентство стратегических инициатив Разработало Стандарт поддержки добровольчества Вот мы на данный момент Самарская область Самарский регион Выполнил все 9 шагов стандарта То есть у нас есть ресурсный центр У нас есть Зампредправительство Которое отвечает За эту деятельность У нас есть ресурсный центр Проводятся обучающие Образовательные программы Мы мониторим эту деятельность То есть Вот если с этой точки зрения Наверное все хорошо По крайней мере не плохо Ну и учитывая Что мы всегда в контакте И я надеюсь Что волонтеры Тоже это чувствуют Да Соответственно Наверное Все хорошо у нас Понятно Евгений И такой вопрос Чему Вы сказали уже Что вы учитесь Сами там как-то вот Лавируете И на своих ошибках Что-то меняете А дети что получают Ну кроме вот этих Позитивных эмоций Они могут чему-то там научиться Дети Сотрудники больниц Родители Может Что кроме вот этих вот Эмоций позитивных Вы еще можете дать И даете С детьми Мы дружим В социальных сетях Они меня находят Вот Мы с ними договариваемся Так что Они присылают фото И видеоматериалы Мне в социальных сетях Или по почте Ну там уже По ситуации Мы ориентируемся И дело в том Что после каждого выхода Больничного У нас есть фотоотчет Но Мы пошли дальше С коллегами Мы Наряду с выздоровляшками Музыкальными Мы придумали выздоровляшки Это видеоотчет Это видеоотчет Не более ну полутора минут О сегодняшнем выходе Куда дети очень хотят Чтобы попали И они Их видео Их фото И они мне присылают И когда все удается В день монтажа Так сказать Мы вставляем Все готовим И они становятся героями Воздоровляшки Сейчас на данном этапе Уже второй сезон Воздоровляшек 12 серия уже в интернете есть Да Ну замечательно Потому что Сегодня не секрет Что мы в цифровую эру живем И все дети в интернете И взрослые Вместе с ними Поэтому вот эта связь Это очень правильное решение С детьми дружим С родителями тоже С медперсоналом тоже дружим И К празднику Вот прошлый Новый год Кстати Организованный фондом Личной части Мы с ними сотрудничаем Я сотрудничаю с фондом Организует массовые выходы На Новый год И мы практически Да нет Не практически Во все отделения приходим На Новый год То есть Наряжаемся клоунами Дедом Морозом Снегурочками Кто что И с елочками Поздравляем всех Дарим подарки всем Огромное количество Людей Которые жертвуют Свое время Финансы Для того чтобы Закупиться подарками И пойти в этот день А сколько вас всего Сколько человек Таких Ну активных Сейчас Сейчас активных Насколько я знаю Человека 4 Вот Я еженедельно Выхожу Вот Сейчас Два выхода Две больницы Это больница Середавина И больница номер 1 Ивановой Клиническая больница Да Не так много Но главное Что делаете Большое Спасибо вам большое За это Всего хорошего Продолжайте в том же духе И дарите радость И все самое хорошее Нашим людям Прощаюсь я и с вами Всего хорошего До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин